ну чтож когда-то все начинается когда-то заканчивается я вот еще раз от дефектовал я тут снимать тут уже штуки 4 место было опять так обвожу вот такими вот кружочками вот там-там-там-там вот и потихоньку остаточные так сказать явления после ремонта где-то где-то не доделал где-то что-то не так где-то что-то не сяк вот и потихоньку потихоньку все вот эти места прохожу потом еще раз смотрю где там мог доделать не доделал и потом уже как бы уже будет пока но перед этим надо будет еще немножко вот эту крышку почистить там еще тинки есть а по крыше как бы уже практически все что мог я сделал сделал я думаю это видно хорошо отраженка тут неплохая конечно есть там как говорится не без заусенцев вот ну в общем и целом картина говорится нормально вот поэтому делаем потом еще пройдусь здесь по бокам но здесь как я уже говорил тут как бы боковины крашеные и тут надо быть осторожным потому что можно выдернуть красочку вот ну чё продолжаем дальше попытаюсь вот снять здесь в этом месте у нас камера снежит это не только на моем телефоне так снимает я уже и на айфонах пробовал и на чем только полно ну вот они короче вот они вмятинки есть вот они вмятинки я как говорится как в том фильме жорик я почему потому что можно вырвать краску здесь эта деталь он машина и так вот значит не все так печально все знают что здесь как в эти места захода нет есть конечно вариант допустим сейчас я в свет и покажу какие есть варианты вот она у нас подсветочка сейчас я пока лампочку тушу вариант снять вот здесь и вот здесь в ребро как-то там снять засверлиться залезть скажем там вот таким вот крючком так либо так и поковырять вот еще раз повторюсь вот на этой панели у нас тут я тенки я их увидел во всяком случае вот но есть еще и по вариант вот здесь вот как мы видим и отсюда да можно влезть там куда-то но в основном это на боковую не на вот эту грань а на ту которую ниже есть заход и если дальше то отверстие вот отверстие сейчас я их попытаюсь снять показать вот одно отверстие второе вот оно третье конечно нужны какие-то хитрые крючки но опять же если очень хочется и надо можно здесь засверлить здесь засверлить и в принципе как говорится все равно как бы сюда залезть вот и выправить вот что собственно я сейчас и попытаюсь сделать крючком у меня много всяких разных ковырял и код я ими попытаюсь залезть а если не получится ничего страшного есть у меня всякие разные вот такие вот вот это вот с круглыми с такими ручками то что я показываю не крючки и вот это вот тоже лежит это не крючки вот а вот не крючки хотя они с виду напоминают хитрые крючки это просто заготовки вот мне надо было делать и потом необходимость в этом пропала ну как видно я решил заготовки сделал одну левую одну правую но всякий такой вот эти вот у меня хренти когда уже года три это одни из первых видео на део матис на красненьком рубиновом цвете делал крышу и тоже вот залазил вот так выступы мне помогали иногда эти крючочки видите они тут немного заржавели вот некоторые вот эти вот это ржавейки крючочек он не ржавеет а эти немножко на и покрылись вот и периодически так бывает хватит все точно так же как вот этот крючочек у меня очень редко используется ну он есть у меня такого о чем речь идет сейчас я попытаюсь вот здесь на вот этой плоскости вот она плоскость у меня вот в этом месте как кучкой лежит рад и в этом месте я немножко попробовал и грил тут и то и все ну как бы идеально не паяться вот естественно вырвать краску это не есть хорошо поэтому выход от 1 либо это бы либо снять вот эту обечайку засверлиться отсюда залезть попытаться оттуда залезть естественно что крышу я сверлить снимать вот эти и не буду тут эти клипсы машинка не новая сейчас клипсы попалаешь вот как ты их не нянься они очень поломаются одну сломал и все уже надо заказывать у нас так вот что-то в городе построено что них ни хрена не купишь что шанал вечно все надо под заказ вот поэтому вывод такой сейчас будем либо какой-то из этих ковырял ок там или каких-то ковырял ок у меня их тут есть слава богу либо я что-то сгинать такое и лезть залазить вот вот то есть вот вполне возможно если ничего не получится у меня вот они отверстия мы видим окошко дальше там еще есть окошко вот они окошки то есть если очень сильно захотеть то найти лузьку вот окошко дальше там вон еще одно окошко дальше там еще окошки вот видим да включается кабель за кабелем еще одно окошко в стойке там то есть если уж очень сильно захотеть то добраться можно если на я хочу туда добраться и поправить ну и сниму покажу до этого видео конечно я отснял много ну там как бы покупать особо нечего вот поэтому я не стал это все давать пошагово подряд так сказать весь ремонт задокументировать как оптирулся ну смысл кому это надо я думаю что это никому не интересно смотреть все продолжаем ну что ж вот перебрал несколько крючков вот я подсвечиваю вот зашел у нас один их крючочков вот в эту дочку вот сюда и очень неплохо работает так что не все так плачевно как кажется вот я же еще раз говорю если уже встанет вопрос там надо сделать идеально и как бы ну выхода нету и тому подобное вот на ребре вот на краю видно надо постараюсь вот видно да вот еще надо доковыривать вот если надо сделать то в принципе можно там наделать технологических отверстий нас пить опять же сверла всякие вот такие у нас вот и все и можно любую пятенку выковырнуть вот такие у меня еще военные есть фрезы авиазавода им наверное лет столько сколько мне или может поменьше вот этим вещам я их очень берегу вот эти ходовые но правда вот эта фреза сожалению затупилась приходилось и в делах и спаться вот но тем не менее они еще на пост не еще в бой идут и очень даже хорошо работают с металлом так вот все таки все таки я как хотел я хоть немножко еще по выковыриваю эти птенки вот что как бы очень хорошо ну а если еще раз повторяю надо все это сделать тогда надо вынимать крышу залазить туда размечаться под крючки там или под что-то наделать чуть побольше отверстий чтобы удобно уже было работать вот либо оттуда либо отсюда кстати можно посмотреть лампу можно поставить наоборот и сделать заход вот из того отверстия которая там дальше вот провода кончаются и дальше вот мы видим отверстие довольно широкое можно оттуда наоборот так сказать работать вот и все то есть безвыходных ситуаций не бывают мы их создаем только сами все продолжаю это так сказать делюсь тем что умею и вот как я выхожу из каких-то положений вот кому-то может это может как я говорил попытаюсь вот отсюда снять вот крючок есть заход отсюда прекрасненько этим мятинкам есть доступ поэтому есть варианты поковырять и выкнуть потому что крючок есть крючок и он как как говорят маляры шпаклевка чудеса творит так и крючок творится и так сказать не спеша можно вот тут их аж пасана вмятинами этими тут их десяток наверно а то и пол вот так вот отсюда вот досюда собственно вот вот как по насыпали как специально взял и сыпанул градом ну как бы вот слабенько видно но выковыривать их то я не так то просто вроде и небольшие но немножко коварные опять же надо не забывать а то вот он висит фен и он должен висеть не для просто так надо брать и это все дело прогревать чтобы не накоса резить ну теперь все будет нормально я думаю эти вмятин выковырнуться